Из-за гололёда Одесса бьёт рекорды по количеству ДТП и упавших травмированных людей. По состоянию на 17.00 в травмпункты обратились 80 человек. Семеро госпитализированная Ирина Рогазянская отправилась в поликлиники и лично пообщалась с врачами и их пациентами. Как горожане справляются с ледниковым периодом, смотрите в следующем сюжете. Сегодня на улице Одессы без коньков не выйдешь, ведь всего один неосторожный шаг и вы уже в травмпункте. У Галины сегодня день рождения, но вместо застолья с близкими она сидит в очереди к травматологу. Мусор вынесла и всё, и упала. И что вам сказали, что с рукой? Перелом. Перелом? Без смещений. Сегодня таких, как она, десятки. Только в трампун при первой поликлинике обратились более 20 человек. Ну а больше сегодня обратилось? Конечно больше, ну как вы думаете, вы же видите, что творится на улице. И все вот подскальзывались? Ну все практически, да, с такими травмами. 20 копеек. С переломами много было? С переломами, большинство с переломами. Всего в Одессе четыре специализированных отделения для оказания травматологической помощи. Этот находится на Болгарской 38. Такой же есть и на Академика Воробьёва 5, проспекте Добровольского 100 и Лидерсовском бульваре 11. В последнем мы тоже побывали. Никто ничего не посыпает. Вот там и рухнули. А что с рукой? Поломал. Какой? Открытый-закрытый? Закрытый. Ну чего и кости. В травматологическом пункте при больнице номер 3 очередь значительно больше. Врач давать комментарии отказался. Слишком много пациентов. Так что подробности выясняем у тех, кто ждет своей очереди. Вот это все как стоят, так и стоят. Медленно очередь идет? Да. Постепенно, постепенно. К слову, если вы не хотите попасть на телевидение в роли пострадавшего, обходите обледеневшие участки дороги, сообщайте коммунальщикам, если ваш двор не посыпали песком, а в случае, когда все же упали, ощущаете дискомфорт, сразу обращайтесь к врачу. Об осторожности вам напоминают Ирина Рогозянская, Алексей Барановский и весь Седьмой канал.